Добрый всем пятница! У вас в гостях машинист модного экспресса с новиночками из Милана. Здравствуйте! Сегодня я расскажу, что же выбирает улица, минуя модные подиумы. Ведь улица это маркер моды. Все города модной большой четверки на первое место поставили беж. Он стал настолько популярным, что стал базовым цветом на 19-е и 20-е годы. Только помните, что необходимо сочетать различные фактуры, оттенки и непременно дополнять явно интересными аксессуарами, причем с характером. Темная сторона уличной моды Милана да и Парижа это черный цвет. Правда, он скатился на второе место в топе модных цветов, но зато стал тотальным. Давно мы не видели дам, одетых во все черное с ног до головы. Неподготовленным зрителям это может показаться мрачным, но если присмотреться к гитарям, то у одной модницы контрастные стильные украшения, а у другой капелька звериного принта. Ну а у третьей в руках яркая сумочка. Именно аксессуары преображают черный цвет. Третье место на пьедестале моды занял белый. Очень многие модницы составили монолуки в самых различных его оттенках. От кипельно-белого до мягкого оттенка сладкой кукурузы. Но есть еще один фаворит улиц. Это желтый цвет и его оттенки. Именно он украсил и подарил солнце улицам Парижа и Милана. И самым модным оттенком стали цвета нарциссов, лимона и спелого манго. Есть куда стремиться, ведь год 20 еще только впереди. На этой солнечной ноте я говорю вам до свидания. В ожидании приглашения на ваши кухни в будущую пятницу. И с вами был гуру уральской моды Николай Романов. Пока-пока.